Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире РГВК Дагестан. Вы смотрите программу подробностей. Сегодня у нас в гостях, позвольте я вам все-таки полностью представлю, как у меня это записано, Гаджиев Нариман Казиханович, ведущий российский врач-уролог, доктор медицинских наук, заместитель директора по медицинской части урологии, клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова, Санкт-Петербургского государственного университета, международный лектор и хирург. Автор более 100 печатных работ и 5 патентов свидетельств в области медицины. Почетный член Европейской ассоциации урологов, Американской урологической ассоциации, Российское общество урологов. Входит в состав Комитета Европейской ассоциации урологов по изучению мочекаменной болезни и Комитета Европейской ассоциации урологов по изучению новых технологий в урологии. Первый и единственный из России. Нариман Казиханович, я даже не знаю, но это как вот после таких регалий. Спасибо за работу. Я пошел, не буду мешать. Нет, уже давайте продолжим. Да, раз уже вы пришли, давайте как бы поговорить, как говорится у одной известной видеоблогерши. Нариман Казиханович, ну, понятно, что, наверное, начнем с самого такого обывательского, с самого такого на поверхности. Урология, вот как бытует мнение, стереотипное может быть, а вы меня поправите и не только меня, а наш телезритель. Это больше такая мужская история, мужская проблема. Парни, ближе к экрану, да. Это же стереотип, да? Абсолютно. Абсолютно. То есть не только мужики и даже так, непреимущественно мужчины страдают урологическими заболеваниями, так сказать. Нет, абсолютно. Урология включает в себя патологию, то есть заболевания верхних мочеводящих путей, почек, нижние мочеводящие пути, это мочевой пузырь, это, естественно, генитальные проблемы. Так что мужские проблемы занимают лишь небольшую часть. Поэтому это действительно стереотип. Урология – это проблема не только мужчин, но и женщин. Вот это киста на яичники или вот еще какие-то проблемы? Ну, это гинекология. Это уже гинекология. Так, вот смотрите, вот опять же, будем проводить для меня ликберс. Извините, друзья, но я дорвался до специалиста, я буду этим пользоваться. Вот где вот эта точная грань проходит между урологией и, условно говоря, гинекологией? Ну, давайте проведем… Только очень поверхностно, я не выдержу слишком серьезного объяснения. Следите за органами. Значит, почки, полостная система, почки, мочеточники – это трубочки, которые ведут мочу из почек в мочевой пузырь. Сам мочевой пузырь… Из урока природоведения или биологии, помню, это органовыделение, так называемое. Именно так. А, все, отлично. Трубка, которая ведет мочу из мочевого пузыря наружу – это мочеиспускательный канал, предстательная железа, которая обрамляет один из отделов мочеиспускательного канала. И наружные половые органы, мужские. А, мужские. Ага, потому что они связаны… Это как продолжение органов выделения. А то, что я пытался назвать по части так называемой женской болезни, это уже связано с половыми органами, поэтому это уже гинекология. Так точно. Все, понял. Давайте я тогда больше не буду пытаться умничать. Вы как-то проясните основные какие-то, наверное, способы, методы предупреждения или, скажем, предотвращения заболевания, наиболее характерных. Ну, если вопрос переводить в плоскость скрининга, то есть как мы можем своевременно выявить, а через выявление своевременное предотвратить развитие поздних стадий, то, говоря о мужской части населения, это исследование крови на простатоспецифический антиген, это маркер рака предстательной железы. В России у нас законодательно с 45 лет. Согласно последним данным, в том числе исследования Европейской ассоциации урологов, это с 50 лет, мы выполняем ежегодное исследование крови на этот маркер. Этот маркер может заставить нас думать о том, что с предстательной железой что-то не в порядке. Мы очень часто встречаем пациентов с поздними стадиями рака предстательной железы и на вопрос, а когда вы начали исследовать свой уровень ПСА, они даже, ну, то есть это с большим опозданием происходит. И отсюда мы получаем поздние стадии, инкурабельные стадии, когда уже хирургия не помогает. Ведь если подумать, при своевременном выявлении рака предстательной железы, это самая частая мужская онкология, то излечить от этого недуга можно пациента на ранних стадиях, я повторюсь, почти со стопроцентной вероятностью. То есть чудо, скажете вы, нет. Это своевременное выявление и, как следствие, правильно выполненное мероприятие по лечению. Мне 40. Я отношусь к тем, кто должен уже думать о том, как на ранних стадиях обнаружить болезнь и быстро ее вылечить, или я еще пока отношусь к тем, кто может своим образом жизни предотвратить в принципе появление этого заболевания? Если в вашей семье по мужской линии у кого-то были проблемы с онкологией предстательной железы, то желательно это начинать делать с 40 лет. Если таковых не было, то ваша цифра 50. Если мы говорим о таком неинвазивном скрининге, то мы говорим об ультразвуковом исследовании УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы через переднюю брюшную стенку. У этой рекомендации не так много доказательности, но тем не менее за счет своей неинвазивности и, по большому счету, недороговизны она позволяет своевременно в ряде случаев выявить наличие мочекаменной болезни, выявить наличие какого-то образования, которое пока не дает каких-либо симптомов. Поэтому пациентам, которые задают вопросы в отношении того, как же можно предотвратить абсолютно дешевый, абсолютно безобидный, безопасный метод, это ультразвуковое сканирование, ультразвуковое исследование. Потому что если мы сравниваем, скажем, с исследованиями типа магнитно-резонансной томографии, это и стоимость, и зачастую, когда оно выполняется без показаний, вопросов становится только больше. Когда мы говорим о компьютерной томографии, это исследование, да, оно с высокой детализацией, но оно сопряжено с риском ионизирующего излучения. А мы знаем о том, что у одного из 10 тысяч, получившего компьютерную томографию, мы можем иметь вторичную онкологию, связанную именно с этими лучами, которые он получил во время выполнения компьютерной томографии. Извините еще раз по статистике, у каждого какого по счету? У одного из 10 тысяч. Это большие цифры. Эти исследования, они на больших когортах исследований, на тех, в том числе, пострадавших во время ядерного удара в Хиросиме и Нагасаке. То есть эти исследования такие отдаленные. Это прям вообще нехорошая цифра. Это нехорошие цифры. Поэтому я очень радуюсь, когда в компьютерных центрах отказывают выполнять, выполнение исследований без соответствующей рекомендации назначения врача. Ведь часто раньше было так, что человек приходит и за его деньги требует выполнить ему то исследование, о котором он прочитал в интернете. И слава богу, что сейчас на этом пути уже есть препятствия. Так же, как и с продажей свободной торговли антибиотиками. Потому что проблемы здесь куда больше. Потому что антибактериальная резистентность сейчас бьет просто немыслимые цифры. Очень часто к нам приезжают пациенты на операцию с панрезистентной флорой. То есть, когда к бактерии нет ни одного антибиотика. И это иной раз равноценно полету в один конец. Можно я попробую перевести на русский язык? То есть, сейчас проблема с иммунитетом в обществе в целом. Не конкретно, может, в российском, а в целом. Абсолютно. Человечество сейчас переживает такой период, когда в силу активного употребления разного рода медикаментов, плавного рода антибиотиков, подавляется наш собственный природный иммунитет. И мы фактически теряем способность, скажем так, к противодействию каким-то заразам изнутри. Ну, я бы не переводил это в плоскость иммунитета. Это чуть более сложная субстанция. Но мы говорим о том, что если, скажем, у вас, ну, абстрактно у пациента, есть какая-то бактерия, и ему предстоит выполнение операции, то эта бактерия зачастую, благодаря тому, что бесконтрольно продаются антибиотики, она уже нечувствительна ко всем тем антибиотикам, которые мы можем в стационаре применить. То есть, получается, у пациента абсолютно повышен риск развития инфекционных осложнений после операции, которые нечем будет лечить. Или вам надо применять более тяжелые... Да, бывают пациенты, которые... Средства для ведения наркоза, так далее. Бывают пациенты, которые приезжают с флорой бактериальной абсолютно нечувствительны ни к одному антибиотику. И это проблема не только дагестанская, российская. Это действительно всемирная проблема. Сейчас появляются антибиотики, новые группы, стоимостью, ну, скажем, цифрофлоксацин, скажем, тот самый такой обиходный, это не торговое название, это активное вещество, значит, стоимостью, скажем, 15-20 рублей, там, ну, блистер. Чего? 15-20 рублей? Да, ну, есть такие. Вот это нишфармовские и так далее. Сейчас появляются новые антибиотики стоимостью курсом под 200-250 тысяч. И понятно, что это, ну, это огромная нагрузка, в том числе и для государства. То есть, считайте, что эти антибиотики есть, но в то же время они в очень ограниченном количестве. Поэтому я очень рад, возвращаясь к тому, что государство, наконец-таки, начинает вводить контроль на продажу свободной торговли антибиотиками, в том числе и запрет на свободное выполнение компьютерной томографии, то, с чего мы начали. Это тоже здорово. МРТ... МРТ безопасны? Нет, МРТ безопасны. У него просто более редкий шаг, поэтому получается не так страшно? Нет, там просто другой принцип. Это магнит, и там не используются ионизирующие излучения. По сути, МРТ можно делать даже беременным. А компьютер там... А КТ просто более жесткое проникновение сквозь наши клетки. Да, ну, радиация. Лучевая, да. Радиация. Слушайте, возвращаясь к истории, как бы, ну, заболеваний и, скажем так, предотвращения или предупреждения, давайте все-таки про молодых. Те, кто, ну, образом жизни, своим образом жизни могут как-то избежать вообще общения, допустим, с вашими коллегами. Ну, что, как правило, в образе жизни в итоге приводит к тому, что 45 плюс-минус они становятся вашим пациентом? Ну, вот сентенция то, это то, что мы едим, она вот, она подтверждается абсолютно. И действительно нужно следить за рационом питания. Избыток, скажем, протеина животного происхождения, ну, скажем, мяса, это супер отрицательно влияет практически на все аспекты, то есть закисляется организм за счет гиперфильтрации, то есть такой феномен. То есть почки ведь играют роль некого буфера, да, то есть происходит изнашивание почек, и люди, которые активно потребляют мясную продукцию, они рискуют там 45-50 лет иметь... А водичкой ощелочать это все? Нет, к сожалению, или к счастью, щелочной состав воды никаким образом не влияют на щелочной состав мочи, и в этом смысле вода обладает абсолютно позитивными свойствами за счет усиления диуреза, за счет мочегонного эффекта, за счет того, что она усиливает вымывание. Система работает. Да. Ну и плюс у тех пациентов, которые имеют высокую склонность к образованию камней в почках, вода как растворитель снижает концентрацию тех веществ, которые способны приводить к образованию камней. Поэтому, говоря о том, как сделать так, чтобы в 45-50 лет плюс-минус люди не сталкивались или, скажем, минимизировали вероятность встречи с урологом, конечно, это рацион питания. Это больше зелени, меньше мяса, больше воды, больше фруктов, овощей. Рацион доказан, что, скажем, рак простаты имеет прямую ассоциацию с западным типом рационом питания, в котором очень много фастфуда, очень много репроцессированного мяса, соленой пищи. Ну, скажем, представьте Макдональдс. Да, это все самое плохое, вот оно собрано вот в этом образе. Так вот, скажем, у азиатов, у японцев, у китайцев этот риск развития рак предстательной железы, он на порядке в 10-11 раз ниже, чем у американцев. Но если те же азиаты переезжают в Америку, то есть они перенимают и принимают тот рацион питания, то риски выравниваются. То есть и такие исследования... Та же самая пищевая культура, получается. И таким образом эти исследования, они доказывают, что влияние рациона питания имеет просто огромный колоссальный вклад. Давайте подведем итог по поводу предупреждения. Вот, уважаемые молодые регистанцы, мужчины, шашлычком надо немножечко сбавить обороты, правильно? Ну, или, по крайней мере, хорошенько разбавлять его зеленью. Вот, вот кусочек мясца и пучок петрушки и там кинзы, правильно? Я буквально объясняю. Все правильно. Там редис, как я не знаю, помидоры мои любимые, огурцы и так далее. Вот даже просто лучше вот салат поешьте, мясо вы успеете. Вот. И получается молоко, наверное, взрослым не стоит. Ну, я думаю, что да. Молоко, понятно, в чистом виде, а я просто очень творог, сыр люблю. Или это туда же? Ну, кисломолочная история, она несколько другая. Другая. Она несколько другая. Она уже прошла определенные биохимические какие-то процессы? Да. Поэтому здесь я бы не стал так рьяно, но здесь нужно понимать, что для, особенно для пациентов с мочекаменной болезнью, важно потребление 1000-1200 миллиграмм кальция, потому что мало... А это сыр? Сыр же, да? Да, это сыр, это творог, это кальций содержащие продукты. То есть, если мы говорим о каком-то крайнем ограничении потребления, то особенно для пациентов с мочекаменной болезнью, на первое место начинает выходить оксалат, и формируются кальция оксалатные камни уже за счет именно превалирования оксалат. Поэтому, особенно для пациентов, я повторяю, с мочекаменной болезнью, 1000-1200 миллиграмм, это норма кальция потребления. Об этом как бы нужно помнить. Мужчина, который в возрасте уже за 65, и у него по родственной линии, были такие проблемы у родственников старших с урологией, но он регулярно пьет молоко. Наверное, стоит ему уже это дело завязать? Ну, как минимум. Ну, и сдавать кровь на ПСА, как-то вот требует руководства. Один раз в год хватает? Раз в год ПСА, да. И у тех, у кого были проблемы, скажем, онкология по мужской линии, это 45 лет, у тех, у кого не было, с 50. Раз в год. Я передам. Нариман Казиханович, смотрите, мы говорили сейчас о рекомендациях для молодых дагестанцев, преимущественно для мужчин, потому что, как правило, у нас мужчины вообще не следят за здоровьем. Ну, женщины, слава богу, более-менее еще как-то, хотя то не всегда. Но эти же молодые мужчины или девушки, они очень часто оказываются в ситуации, вот как, допустим, сейчас, да, уже прошли какие-то вступительные экзамены, там, да, вот вчерашние абитуренты буквально через несколько недель откроют двери своим вуздам, первый курс и так далее. Вот этот выбор профессии врача, потому что вот в вашем возрасте добиться вот таких вот, у меня только на перечисление ваших регалий ушло там порядочное количество минут в начале передачи. Ну, это еще не все. А это при том, что мы с вами ровесники, вы даже, кажется, моложе. То есть, когда вы это все успевали, я не знаю, то есть, никто не знает. И я не думаю, что вы успеете за оставшееся время нашей передачи это все перечислить, но каким образом молодому человеку или девушке понять, что медицина – это вот, громко будет сказано, их призвание. То, что я хочу стать врачом, я знал, наверное, всю свою жизнь, наверное, лет с пяти. Вот это круто. У меня мама врач, мой дед был военным врачом, он ушел на фронт бредовым, вернулся майором медицинской службы. Династия прям. И я, насколько себя помню, я всегда хотел помогать людям, я всегда хотел быть врачом, и для меня это было просто нечто, такой сакральной целью. И поэтому, когда меня спрашивают, какая у тебя цель, я говорю, ну, вот стать хорошим врачом, и эта цель, она несбыточна. Потому что чем больше ты знаешь, чем больше ты умеешь, тем больше ты понимаешь, что ты эту цель никогда не реализуешь. То есть, каждый новый больной вас чему-то учит. Абсолютно. И отвечая на вопрос, вот как понять, твое ли это призвание, ну, мне кажется, надо просто честно сесть на честный разговор с самим собой и понять, чего ты ждешь от этой профессии. Если ты ждешь кого-то финансового, материального благополучия, нужно бежать из этой профессии. Если ты ждешь, значит, что у тебя будет твоя личная жизнь, там, время с семьей, после основной работы нужно бежать из этой профессии. Откровенно так. Откровенно, да. Эта работа полна стресса, переживания. И я вам скажу, что да, есть приятные моменты. Каждый, после каждой успешной операции, каждый поправляющийся пациент, он как будто накачивает тебя верой, стремлением, надеждой. Но, опять-таки, это очень тяжелая профессия. Поэтому, твое ли это призвание? Каждый отвечает на этот вопрос сам. Поэтому, говоря о регалиях, на самом деле, ничего выдающегося в этом нет. Я обычный дагестанский парень из обычного села, я родом из Карабдахкента. Я просто, мне очень повезло в этой жизни. Всевышний ставил на мой путь очень достойных людей. И я выбирал ролевые модели. Покойный генерал, бывший военком Дагестана Тина Магомедов, был таким серьезным для меня обликом, который беззаветно служил своей родине. И ты понимаешь, что если такие люди в таком возрасте продолжают так работать, то у нас, у молодых, нет другого варианта. Я скажу, что для тех ребят, которые хотели бы, я не скажу, что это моя история, история моих регалий, это история успеха. В глазах общественности это именно так. В моих глазах в том числе. Я это очень уважаю, ценю, это круто вообще. То есть, грубо говоря, понимаете, извините, что не перебиваю, если вот я выйду сейчас за двери этой студии, мне позвонит кто-то из знакомых, скажет, что там насчет урологии, есть какие-то знакомые. Я просто сразу попытаюсь ваш номер найти. То есть, у меня сразу возникает доверие. Но извините, так люди устроены. Я очень надеюсь, что это только начало. Но мне хочется сказать, что у меня достаточно активная, в том числе и медийная позиция. Очень много молодых ребят. Вы открыты для аудитории, общаетесь. Абсолютно. И мне просто хочется сказать, что в целом нет ничего проще, чем не бояться труда. Скажем, 14-часовой рабочий день это то, как я начинал в клинической ординатории. Для меня лично ничего не изменилось. На сегодняшний день я являюсь заместителем директора. Я работаю, наверное, ну если не больше. Это уважение к старшим. Уважение к тем, кто передавал тебе азы твоей профессии. Я до сих пор помню своих учителей. Я ведь... Мой урологический путь начинался здесь, в Дагестанском урологическом центре, когда я приезжал, будучи курсантом военно-медицинской академии, и свой отпуск, летний отпуск, я проводил в виде практики у нас в центре под руководством Гаджиева, Дивира Пазлуч. Если не ошибаюсь, он до сих пор руководит центром успешно. И обязательно уважение. Это обязательно английский язык, несмотря на все вот... Спасибо, что вы сказали. Я постоянно пытаюсь до всех донести, да? Нет, это важно. Это язык обсения сейчас, это лингва франка, это то, без чего нельзя. Да мир глобализуется, все, вот так шарик сужается. У нас 5-10% информации, которая сегодня есть, это русский язык, все остальное, если вы хотите знать оригинал, если вы хотите знать первоисточники, это только английский язык. Причем можно говорить, население планеты несколько миллиардов человек. русскоговорящих, но от силы 200 миллионов, если наберется и то. Абсолютно. Обязательно вооружившись отсутствием страха перед работой английским языком, это поездки. Это поездки в центры, до каких только возможно дотянуться. Можете ехать за рубеж, обязательно смотреть, потому что разные школы, разные направления, разные методы. Это в нашей профессии, в профессии врача, это просто то, без чего нельзя. Гораниться не должно быть. Абсолютно. Абсолютно. И, конечно же, если я слукавлю, если скажу, что я провожу все свое время только на работе, обязательно спорт, чтение книг, хобби, все это способствует формированию нейронных связей. Это все позволяет противостоять выгоранию, потому что нет ничего хуже, чем раннее выгорание, когда тебе действительно все равно на проблемы, нужды того, кто к тебе пришел. И такое бывает не потому, что врач плохой. Он просто выгорел. Ты сам просто закончился. Да, да. Нариман Казиханович, я сегодня вообще, как говорится, изобил разного рода стереотипами. Ну, вот один из стереотипов, что у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище. Это, наверное, к слову о том, что вы говорили, что вот эти стрессы, они как бы, это большое испытание для человека, и не все это могут выдержать. Правильно ли я понимаю, что во многом это своего рода принесение себя на алтарь? То есть ты свою нервную систему, ты свое душевное спокойствие, ты приносишь жертву тому, что есть больной, он должен быть вылечен. Абсолютно. Есть благоугодные профессии. Я так глубоко теологичен, и без этого в нашем деле никак нельзя. Это ваш спасательный круг, как минимум, с точки зрения даже психологии. А ведь в доказательной медицине мы знаем очень мало. И когда, скажем, проблемы пациента за гранью не только твоего понимания и твоего знания, но за гранью существующих литературных данных, единственное, кого приходится, остается уповать на Всевышнего. И я хочу сказать, что надо просто понимать, что посвятив свою жизнь медицине, ты всецело отдаешься этому вопросу. У тебя не может быть каких-то посторонних увлечений, посторонних занятий. У тебя есть только медицина, у тебя есть этот путь, на котором ты ежедневно, денно и ношно занимаешься проблемами людей, которых ты встречаешь, и которых Всевышний ставит на твой путь. Знаете, вы на самом деле сейчас немножко шаблоны рвете, потому что обычно в такой ситуации, сколько бы у меня здесь людей не сидело в гостях, и когда я их спрашиваю о чем-то подобном, они вот совсем другие вещи начинают говорить. Они говорят, ну как, это такая классная профессия, это так ты себя, столько всего ты нового интересного для себя открываешь. А вы говорите все, чтобы человек фактически передумал идти в медицину. Это, наверное, лучше, чем туда попадет случайный человек. Правильно я понимаю? Однозначно. То есть получается, медицина, это вот тот путь, это если вы уже туда не идти не можете. Это вот от противного. То есть когда вы просто не можете без этого, вы прям точно себя видите, хотя я чисто не понимаю таких людей, и вас не понимают. Я никогда не мог себе представить в медицине, для меня вообще залезть внутрь организма другого человека, там что-то им какие-то делать процедуры, да страшно. Сам-то лягу я бы на стол, а вот как-то делать. Вот я, например, отношусь к категории, которые никогда бы туда не попали бы. И может быть, это и к лучшему. Конечно. Но есть же такие, которые такие же, как я, но они не до конца понимают. Они, кстати, глядя на вас, а вы отличный пример для подражания. Как говорится, это абсолютно честный комплимент. Они думают, а, круто, я тоже там, выучусь на уролога, тоже буду таким, значит, ездить там, сям, у меня будет, значит, супер там, короче, портфолио, вот. Но вы опять же напоминаете, не гонитесь за каким-то внешним успехом. Успех-то будет, но только тогда, когда вы отпустите все эти мотивы и будете полностью себя посвящать самой профессии. Это абсолютная правда. Если вы беззаветно преданы своему делу, все придет. И успех, и там, кому-то может важны какие-то лейблы. Я в целом, я никогда не гнался ни за кандидатом, ни за доктором, но я знаю, что я буду продолжать. Мне все интересно. Любопытство и любознательность это оружие врача. Если ты практикующий доктор, ты не можешь просто делать то, что делали до тебя. Ты должен искать пути улучшения. Ты должен искать, как улучшить то, чем ты занимаешься, как повысить эффективность, как... То есть это такой вот непрекращающийся перманентный процесс и вооружившись знаниями, видя, как работают в других клиниках, днем и ночью. Я обычно сплю около 4-4,5 часов. И не потому, что там... Я согласен. Но, к сожалению, просыпаешься и в голове рой мыслей, как вот сделать то, а вот попробовать вот это. И, в общем, ну, это безумно интересно. Хотя сам спал сегодня столько же часов, к сожалению. И вообще у меня график не к черту, вообще не пример для продолжения. Друзья, к сожалению, вынужден прорвать нашу беседу. Храномент Раш, как понимаете, Гаджих Нариман Казиханович, я просто не успею перечислить всех регалий. Я просто скажу, что это, наверное, уролог по призванию. Нет, это уролог и врач по призванию. Человек настолько по-хорошему не хочу это пошлое слово произносить, но да, влюбленный все-таки в свою профессию. Да, 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 в свою профессию. И вы спасибо за трезвую напутственную оценку того, что это идти в медицину или нет, потому что, к сожалению, у нас очень часто среди взрослых обывателей бытует такое понимание, что молодежь надо пичкать какими-то мотивашками, их надо подгонять, что у вас все получится. Что у вас получится? Может, у вас ничего не получится? Не торопитесь. Надо очень трезво отнестись, тем более, это очень ответственная стезя, как медицина. Спасибо большое за внимание. Это был программ подробностей. Нариман Касиханович. Вам спасибо за то, что вы делаете и за такую увлекательную беседу даже для такого малограмотного человека в медицине, как я. Это была программа подробностей РГВК Дагестана. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин